МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Обед с госпитализацией. Число заболеваний от некачественного питания в школах неизменно растет. В Махачкале провели проверочный рейд в школьных пищеблоках. Две тысячи деревьев на одном гектаре земли. Сады нового поколения закладывают в Дербенском районе Дагестана. С победами из Рима в Дагестан на родину вернулись борцы вольного стиля, медалисты чемпионата Европы по вольной борьбе. О том, как их встречали, расскажем через несколько минут. Более двух лет условно в Кизляре суд вынес приговор в отношении браконьера, который незаконно ловил рыбу и напал на пограничника. Правоохранители увидели лодку, наполненную рыбой осетровых пород. Один из пограничников перебрался на судно. Однако браконьер напал на сотрудников пограничного наряда, когда они решили задержать лодку, на борту которой находилась ценная рыба. В итоге нарушителя все равно задержали и в суде доказали его виновность в применении насилия к представителю власти и в незаконной добыче осетровых. Питание в школах может быть опасно. Число заболеваний, связанных с некачественной пищей, в столовых возросло за последние годы. Качество пищеблока проверяют по всей стране, ведь жертвами антисанитарии на кухне становятся дети. Не стал исключением и Дагестан. Представители Объединения потребителей России совместно с инспекторами Росельхознадзора Республики выявляют в столовых фальсификатах, а также проверяют условия хранения продуктов. О результатах рейда расскажет Пасимат Канапова. Школа номер 7, города Махачкалы. Заходим в один из корпусов. И вот первое нарушение – незаконная торговля. Пирожки с курицей, сосиски в тесте и другие хлебобулочные изделия здесь продаются в антисанитарных условиях и без документации. Пирожки эти постоянно здесь же продают? Да. Постоянно продают? Ну да. Спасибо большое. Во-первых, извините, здесь осуществляется незаконная предпринимательская деятельность. Это раз. Как я понимаю, у никаких чеков ничего остального не выдается. И более того, на каждую продукцию, которая есть, должна быть в детском саду, в школе или в другом социальном учреждении, должны быть сертификаты соответствия. Где здесь температурный режим сохранения? И когда это все дело было изготовлено? Из чего это дело было изготовлено? И вообще, кем это было изготовлено? Не дай бог, если детки отравятся, можно было куда-то претензии предъявить. А у нас вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, на каких основаниях там пирожки продаются? Кто продает? А вот там, в том корпусе у вас продаются пирожки. В том корпусе? Нет такого позволения. Как это нет? Никто не разрешает. Мы не разрешаем. Подождите минуточку. Подождите минуточку. Дело в том, что разрешаем, не разрешаем. По факту там, сейчас, на данный момент продается продукция, которую практически невозможно отследить. Нарушение температурного режима. Раз. Коллеги, если что, поправьте меня. Отсутствие, как я понимаю, каких-либо товароспроводительных документов. Два. Я поняла. Мы сейчас вам все документы покажем. На те пирожки? Нет, на пирожки я не разрешаю. Я разберусь. Следующий пункт проверки непосредственно столовая. Здесь комиссия оценивает пищеблок сразу по нескольким параметрам. Это не только пристальное внимание к разнообразию меню, но и особый контроль над условиями хранения продуктов. Также важно наличие всех сопроводительных документов. При проведении проверки у них имеются в наличии все ветеринарные сопроводительные документы, сертификат качества, декларации. А по продуктам что вы скажете? Молоко, масло? Молоко, масло, все. Те производители, которые раньше мы проверяли, ввозили старую пыльноанализную экспертизу. Они у них берут, есть у нас такой махашковый продукт, оттуда они получают продукцию. Мы эту продукцию проверили, она соответствует гостям. Могу так сказать, что за те мероприятия, которые мы провели, это не самая плохая столовая. То есть здесь есть мыло, здесь есть возможность помыть ручки деткам, вытереть ручки. Поэтому к этому вопросу у нас вопросов нет. Напомним, рейды по школам республики начались месяц назад. По данным специалистов, самое неудовлетворительное положение в учебных учреждениях Хасавюрта и Кизляра. Там выявлено множество нарушений, в том числе фальсифицированные продукты, суррогатный заменитель масла, молока и мясной продукции. Какие нарушения встречаются чаще всего? Вы знаете, их целый букет, я бы так сказал. И нарушения санитарных норм, и фальсифицированная продукция. Самая большая проблема – это правовая безграмотность тех людей, которые занимают должность. По итогам проверок, представители Объединения потребителей России подадут в суд на недобросовестных производителей. Кроме того, в планах привлечь к решению проблемы правительственные и контролирующие структуры. В России могут запретить отключать жилищно-коммунальные услуги должникам. Соответствующие поправки предложены в Госдуме. Поясняется, что отключение воды, в частности, может привести к затоплению канализационными стоками и антисанитарии во всем многоквартирном доме. В результате пострадают все жильцы, а не только должники. По мнению парламентариев, отключение коммунальных услуг – радикальная мера. Нельзя также отключать и отопление, поскольку семьи, которые не могут позволить себе оплату счетов за газ, в итоге будут вынуждены жить в холоде. В Минстрое же выступают против поправок, отмечая, что вопрос отключения услуг уже достаточно отрегулирован. В Дербенском районе активно сажают яблони и сливы. Там реализуется крупный проект по закладке садов суперинтенсивного типа. В настоящее время идут работы на площади 240 гектаров. Сотрудники Минсельхозпрода Республики проверили темпы работ. О секретах садоводства сюжет Зумруд Гамидовой. Этот яблоневый сад нового поколения еще совсем молод. Первые деревья были посажены в 2016 году, а уже к весне суммарная площадь садов достигнет 240 гектаров. Все плодовые насаждения суперинтенсивного типа. На каждый гектар приходится и не менее 2000 деревьев. Основные массивы садов заняты сливой и яблоней. Сейчас здесь проходит обрезка деревьев. На итоговую экономическую мощность посаженных садов это 10 тысяч тонн. Его где-то в пределах валовый доход получается полмиллиарда. Прибыль остается в пределах 30-40% чистая. Прибыль белые деньги. Сады оборудованы системой капельного орошения. Построены водосборники. Параллельно предпринимаются меры по оснащению хозяйства тракторами. Хозяин уверяет, что при наличии свободных земель он бы смог за ближайшие 7-8 лет заложить еще порядка тысячи гектаров суперинтенсивных садов. Агроном активно прибегает к советам отечественных и зарубежных специалистов. Гаджиев неоднократно ездил за опытом в европейские страны. В частности, проходил обучение в Италии и приглашал иностранных специалистов и к себе в хозяйство. Сейчас в работе задействовано два десятка человек. Плюс ко всему, у жителей близлежащих сел появилась возможность, не выезжая далеко от родных мест, прилично зарабатывать. Нам очень хорошо, что есть такая работа, потому что и поблизости, и близкие, которые с сел тоже приходят, женщины, как бы у нас государственной такой работы тоже нету. И очень хорошо, что построили этот сад. При соблюдении всех технологий такой сад может дать неплохой урожай. Уже через пару лет ежегодно здесь можно будет собирать до 10 тысяч тонн фруктов. Такие показатели – результат постоянной заботы о каждом деревце. Зумруд Гамидова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Дербенский район. Министерство по национальной политике и делам религии республики подвело итоги деятельности за прошлый год. Отчетное мероприятие состоялось в конференц-зале Дома дружбы. На нем присутствовали сотрудники ведомства, представители религиозных и некоммерческих организаций и национально-культурных автономий. На коллегии Миннации отмечалось, что за 2019 год проведена масштабная работа по укреплению и развитию межнациональных и межконфессиональных отношений. Оказана поддержка институтом гражданского общества. Проведен также ряд мероприятий по адаптации и интеграции иностранных граждан. Помимо этого, руководитель ведомства обозначил ряд задач, которые необходимо будет выполнить в этом году. Будем реализовывать проект «Народ разный, страна одна» – это сохранение своей этнокультурной истории формирования общероссийской гражданской идентичности. Мы проведем большое мероприятие, как называется, «Вахта героев», где мы будем приглашать действия высших героев Российской Федерации, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И впервые мы проводим под нашей гидой с другими нашими заинтересными ведомствами «Золотые правила нравственности», посвященные 75-летию. Раньше, если мы проводили локально, сейчас это на территории всей республики, уже даны заявки более 500 школ, которые будут участвовать. Вот примерно тот перечень, который мы будем рассматривать сегодня на коллегии. Рак – бич современности. Ежегодно онкология уносит жизни миллионов людей. К сожалению, среди них есть немало детей. Профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний. Под таким названием прошел форум к Международному дню детей больных раком, организованный благотворительным фондом «Инсан». В рамках мероприятия представители системы здравоохранения рассказали о проблемах детской онкологии и о успехах в борьбе с тяжелой болезнью. Абдулла Алиев продолжит тему. Рак – коварная болезнь. Беспощадная как взрослым, так и детям. За первые полугодия 2019 года от рака в России умерло около 150 тысяч человек. Среди болеющих, к сожалению, часто встречаются и дети. Невинные и беззащитные, они с ранних лет вступают в схватку со злым недугом. Победить в этой неравной борьбе сложно, но реально. Особенно, если рядом вовремя окажутся те, кто протянет руку помощи. «У нас на каждой тысячи родившихся детей 15 детейшек закрывают другу онкологию. Это достаточно высокая цифра. Мы в десятку регионов с высокой закрываемостью в России. Но при всем при этом нам удается, используя высокие технологии лечения, достаточно профессиональный кадровый потенциал, который собран у нас в команде врачей и медсестер, удается сдерживать смертность в онкологии». Уже много лет благотворительный фонд «Инсан» ведет работу с детьми, страдающими тяжелыми формами онкологии. Десятки юных подопечных фонда благодаря людской помощи смогли пройти курсы химиотерапии, приобрести дорогостоящие препараты, выехать на реабилитационные процедуры. Фонд «Инсан» делает все возможное, чтобы привлечь внимание к проблемам нуждающихся в помощи. «Мы видим слезы матерей, мы видим слезы этих детей, мы это все приходится пропускать через себя. Самый большой отклик, когда на все призывы о помощи собрать средства для того или иного ребенка, для проведения каких-то реабилитационных курсов, покупка дорогих препаратов для онкологически больных детей, это, конечно же, самый большой отклик мы получаем от наших читателей, слушателей, которые всегда за кратчайшие сроки мы можем выставлять информацию о том, что сбор завершен». Детишки, находящиеся на лечении в онкологической клинике, оказались очень талантливыми и мастеровитыми. Для демонстрации произведений искусства, созданных их руками, в рамках мероприятия была проведена целая ярмарка. «На ярмарке представлены изделия, изготовленные детьми, страдающими онкологическими заболеваниями. Это и рисунки, и игрушки, и разные поделки. Но самое главное, все средства, вырученные от их продажи, пойдут на лечение этих детей». «Этой ярмаркой мы хотели показать то, что каждый из нас значим. То, что даже если ты болеешь, даже если ты находишься в отделении онкогематологии, все-таки это тяжелое заболевание, у них тяжелая терапия, но они могут принести пользу, пользу таким же, как они, детям. И это повышает их значимость для себя самих, для детей и для общества в целом». Заранее узнав о будущей акции, дети, не покладая рук, трудились над своими произведениями, поработали, как говорится, на славу. Каждый, кто посетил ярмарку, смог под достоинство оценить таланты маленьких детей, обладающих огромной силой воли. «Мне понравилась история этой картины, как маленький ребенок для 10, узнав, что утром должна быть выставка, он ночью сказали, как мне передали, ночью не спал и завершил эту картину». В рамках форума обсуждались современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у маленьких пациентов. На сегодняшний день при своевременном распознавании болезней и оказании помощи можно предотвратить развитие злого недуга. В республике одним из главных вопросов в области здравоохранения является повышение уровня оказания помощи страдающих онкологическими заболеваниями. «Что планируется делать в рамках этого проекта? Оснащать, укреплять материально-техническую базу учреждений, в том числе и отделение детской онкогематологии. Затем подготовить специалистов, тех, которые могут на самом высоком уровне оказать медицинскую помощь для того, чтобы как можно большее число детей могли получить своевременно квалифицированную медицинскую помощь в условиях республики». На форуме было уделено внимание и созданию Центра палеоативной помощи для онкобольных в Дагестане. Также было отмечено, что человек, столкнувшийся с неблагоприятным прогнозом, не должен оставаться один на один со своей проблемой. С ним должны быть рядом те, кто поможет ему справиться со страхами и облегчить боль. Те, кто помогут преодолеть все трудности и до последнего не позволят потерять надежду, на благоприятный исход. Абдулла Алиф, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Из Рима в Дагестан с победами вернулись борцы вольного стиля. Выдающихся спортсменов республики встречали чиновники, родственники, друзья и близкие. Первыми домой вернулись триумфатор соревнований Курбан Шираев со своим наставником Махмудом Магомедовым и серебряный призер Магомед Расул Гази Магомедов. Мы долго шли к этому, тренировались и рад, чтобы достигли такого успеха. Курбан, какая самая трудная для тебя была схватка? Ну, финальная, наверное, потому что там как-то уже последняя схватка. Более настроиться нужно было. Ответственность большая была, да? Да, ответственность, точно. Не так рад результату Магомед Расул Гази Магомедов. Он привез из Италии только серебряную медаль. Но это к лучшему, считает борец. Мотивации к следующему бою значительно прибавилось. Несколько раз пересматривал моменты, где дались исток. Во время схватки я думал, он закверывающий, и из-за этого дались исток. А на самом деле, оказывается, он не выходил, а заквер. И обидно, да, что так получилось. Но ничего, все это круче, да. Мы довольны, будем работать дальше, будем развиваться. Поздравил спортсменов с высокими результатами и министр по физической культуре и спорту Республики Магомед Магомедов. Конечно, мы надеялись, хотя бы три золота привезут. Ну, получилось, как оно получилось. Я радующее поздравляю, желаю им дальнейших успехов. Что неоднократно, чтобы это было и в Европе, и в Мире, и в Олимпиаду, чтобы привыкли золотые медали. Вам хорошего будущего. Спасибо. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова